Добрый день, уважаемые коллеги! Одним из направлений деятельности предприятия ДИДЭЛ является традиционная монитория для охраны государственных объектов. Как известно, одним из первой концепций национальной безопасности Российской Федерации является разработка нейропротиводействия ядерному радиационному терроризму, направленных на предотвращение несанкционированного распространения радиоактивных ядерных материалов. Для решения этой задач применяются системы технических средств контроля регионизирующих излучений. И другом таких систем являются стационарные пешеходные радиационные мониторы. Это устройство устанавливает места прохода людей, на которых пропустены пунктах, и позволяющие предотвращать кражи, диверсии, терапии с использованием радиоактивных материалов, как указано на данном слайде. Далее. Дальше давайте. Следующий слайд. Технические оберегования, применяемые радиационным монитором, рекламентированы в гости на мониторе радиационных ядерных материалов. Согласно ЕМУ, кешеходные мониторы, обнаруживающие ядерные материалы и родительные вещества по играм и изучению, в зависимости от порога обнаружения, разделяются на четыре категории, как указано вот в этой таблице. Для обнаружения столь малого количества ядерных материалов и эффективного противодействия терапевтическим угрозам даже используются очень высокочувствительные радиационные мониторы. Давайте дальше. При этом следует учитывать, что на результат обнаружения существенное влияние оказывает еще и тот факт, что для приноски радиоактивных материалов используются защитные механические контейнеры, которые ослабляют гамма-излучение, проходящее через стенки контейнера. Кратность ослабления возрастает при увеличении толщины стенки контейнера, как показано на любом рисунке. При этом вероятность обнаружения радиоактивного материала, находящегося в контейнере, уменьшается в зависимости от кратности ослабления, как показано на правом рисунке. И понятно из этого слайда, что нарушитель может достаточно легко выбрать контейнер, который обеспечит необходимую кратность ослабления излучения и соответствующее уменьшение вероятности обнаружения радиоактивного материала до недопустимого уровня. Следующий слайд. Поэтому для выполнения требований по назначению тактика применения радиоактивного монитора должна предусматривать его использование совместно с металлообнаружителем, так как только в этом случае можно предотвратить пронос радиоактивных потерял, помещение защиты металлических контейнеров. Обычно досмотры осуществляются путем последовательного перемещения объекта, как показано вот на этом слайде, через радиоактивный монитор и металлообнаружитель при регистрации наличия радиоактивного материала по результату срабатывания любого из этих условий, то есть по схеме ели. Однако такой способ досмотра не является оптимальным. Дальше. Следующий слайд. Опыт совместной эксплуатации радиационных мониторов с обнаружителями металлических предметов показал, что для получения максимального технико-экономического эффекта необходимо, чтобы условное обнаружение радиационного монитора и металлообнаружителя пространственно совпадали. Для реализации такого технического решения в предприятии детал еще в 1999 году был разработан комбинированный прибор-спектр, совмещающий в себе функции радиационного монитора и металлообнаружителя. Прибор-спектр — это первый отечественный комбинированный радиационный монитор. Следом за ним уже пошли и другие организации, потому что он показал высокую эффективность работы. Он выполнен в виде двоеобразного портала, боковых стойках которого размещают существительные элементы металлообнаружителя и детектора радиоактивного излучения. Информация о обнаружении предметов поиска отображается с помощью культа управления и металлообнаружителя показанного справа на слайде. Дальше. Следующий слайд. Прибор-спектр может применяться для досмотра лидеринопроходных и КПП любых гражданских военных объектов. Он позволяет регистрировать в режиме, именно в режиме свободного прохода, проносимое людьми источники радиоактивного излучения, и в том числе и металлические предметы, заодно определяя и наличие контейнера для радиоактивных веществ. Дальше. Следующий слайд. Прибор-спектр обладает характеристиками, которые позволяют применять его для решения практически любых задач инфекционного контроля на дешеводных КПП. В настоящем времени прибор-спектр установлен и находится на эксплуатации на многих предприятиях и в организации госкорпорации РОСАТОМ и Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих использование, производство, переработку, хранение ядерных материалов и эксплуатации ядерных установок. Использование прибора-спектр позволяет реализовать существенные экономические и социальные выгоды, являющиеся следствием посещения фактов хищения и инфекционерных перемещений метров, которые могут быть приняты при совершении различных родителей дирекционных и террористических актов. Прикор-спектр выпускается на протяжении уже последних 20 лет. За это время проводился ряд модернизаций, его следовало улучшение технических и эксплуатационных характеристик. А новая перспективная модернизация комбинированного радиационного монитора дарили вам, доложит начальник лаборатории предприятия ДИДАЛ, Ломагин Никита Владимирович. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые гости. Это Ломагин Никита Владимирович. Можно следующий слайд? В связи со сложной геополитической обстановкой и изменением модели нарушителей в настоящий момент увеличивается сфера применения радиационных мониторов для предотвращения возможного процесса радиационного терроризма. Кроме объектов лаборатории, они начали применяться на гражданских объектах, местах проведения массовых мероприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Для обеспечения высокой конкурентоспособности на расширенном рынке изделий специальной техники решается важная задача модернизации изделий и снижения его скроенности. Также применение современных технологий. В компании ДИДАЛ в настоящий момент проводится программно-аппаратная модернизация прибора «Спектр». Можно следующий слайд. Прибор, работа системы, основанная на регистрации рентгеновских гаммонизмучений ядерных материалов по радиоактивным веществам, а также неестественного фона. В качестве радиационного канала регистрации предполагается инфектировать в конструкцию рамки металоподружительных признаков, выпускаемого НПК ДИДАЛ, систему радиационного монитора производства не автоматики имени Духова, на основе иммунокристалла Цезий-Ю. Пластическая природа Юлистого Цезия обеспечивает елкость в его механической обработке и позволяет изготавливать детектор самых разнообразных форм и размеров. При этом получается существенное уменьшение массовообразных свойств по сравнению с полистиромом, так как монокристалл имеет больший световыход и регистрирует даже малый поток частиц при небольших размерах. Также монокристалл Цезий-Ю практически не гироскопичен, и никакие течи не приводят к его разрушению. Следующий слайд, пожалуйста. В состав радиационного канала входят блок питания управления и блоки детектирования. В новом изделии мы применяем современные решения квалификации, такие как установку блога детектирования блоковых панелей в разных комбинациях для обеспечения разных классов обнаружения программы, и подключения к блоку управления непосредственно контроллеров и составов металлообнаружителей. Каким образом, вся обработка данных радиационного канала осуществляется в отдельном контроллере по верифицированному алгоритму, связанному с контроллером металлообнаружителей. Задача разработки программного обеспечения сводится к разработке протокола информационного взаимодействия с последующим выводом информации на общую планету индикации. Страиваемая рефикационная система имеет все необходимые сертификаты по ГОСТЭР и имеет приемочные документы под производителя. Следующий слайд, пожалуйста. Разрабатываемая конструкция, мы применяем современные технологии изготовления, такие как вакуумная формовка корпуса из-за БЭС-класса, для струкового ультрафиолетового излучения для работы на открытом воздухе, и несущие элементы каркаса и закладные крепежные элементы, выполненные из проклеенного шпона. Обладают высокой прочности при горизонтальной нагрузке и также могут применяться в помещениях с повышенной влажностью в шеосадках. Вы можете видеть конструкцию изделия и простотуру сборки, то есть на объекте всего 8 болтов надо закрутить. Программного степени защиты оболочки корпуса и терапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 центов позволяет использовать изделия как на адаптере в неотапливаемых помещениях, и так и на открытом воздухе. А масло это что? Прошу обратить внимание, мы уже говорим к конкурентной способности. В нем наши изделия, спектр, сравниваются с представленными рынками системами. Агат, газор, 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 спектр имеет максимальные характеристики в сравнении с конкурентами облачных двух параметров. Программного зонности магнитного канала и наличия резервного питания. Но на практике газорность металлообнаружителя – это маркетинговая характеристика, которая не требуется в БОО ГОСТ, так как совместно с ним находятся сотрудники службы безопасности. После определения превышения порога, человека рассматривают уже более подробно. А вопрос о наличии резервного питания и его необходимости был нам не проработан. И в штатном режиме оно отсутствует. Однако по требованию заказчика могут быть установлены какие-то примерные батареи. А ваше следующее слайд. Николай Владимирович, все. На правах модератора. Спасибо за внимание. Переходим к третьему докладу. Пожалуйста, презентация. Третий, причем так. Извините, я просто жесткий ревитмент. Продолжение следует...